И поэтому нужно прийти к специалисту, который действительно специалист в этой системе, и помощь, которую он у вас оказывает, не будет дезинформации. Хотя бы 10-15, хотя бы 20 процентов информации, которая что-то изменит в вашей жизни, хотя бы что-то реальное покажет, поскольку очень много людей, так называемых экстрасенсов, так называемых астрологов, которые вводят людей замысла за их деньги. Заплатите 7 тысяч рублей, и мы нажимаем на 10 точек и сделаем вас просветленными. То есть, когда это читаешь, думаешь, не знаешь, плакать или сместить. Или люди заводят курсы, это тибетская школа черного лотоса. В Сибири никогда такой школы не было. Но кто-то пришел, людей разводят, там люди стоят, машут руками. Либо приходите полечиться к экстрасенсам. Недавно поймали, в Москве была такая вооруженная банда, был офис, у них были телефоны, реклама. Сидели люди, которых научились разводить, и выдавали себя за экстрасенсами. Они на видео махали руками, что-то там говорили. Я когда на них посмотрел, вот если вы занимались когда-нибудь цигун или йогой, вы посмотрите на человека, машущего руками, вы сразу скажете, что это жулик. Потому что в каждой системе, например, вот вы движете руками, или вы занимались астрологией, йогой, энергетикой, вы знаете, что происходит, когда вы движете руками, как структуруется энергия. Эти люди не знают, но они видели, как это делают настоящие экстрасенсы. Они повторяют, начинают так раз-два, туда-сюда. И специалисты видят, ну, сидит жулик. Вы смотрите на человека, смотрите, у него энергетика блокированная, у него там в астрале натянут квадрат. Этот человек не может быть экстрасенсом. Ну, в принципе, не может быть. Эти вещи иногда видны сразу. А иногда видно человек, например, экстрасенс, но недоучка. И он работает, например, не с светлыми существами, а с паразитами. И, может быть, он вам что-то скажет. А по поводу того, что он вам скажет, он вас еще и демонию повесит. У нас были знакомые, которые ходили на курсы, после чего приходили хромыми. Поэтому, конечно, если вы куда-то идете, вы ищите человека с хорошей репутацией. И читайте про него не только хорошее, но и плохое. И смотрите, что плохое, что пишут, оно похоже на правду, либо кто-то на них от обиды. Про плохое сразу хочу пример привести. Значит, у нас была женщина на проекте реконструкция, которая хотела решить свою... Ну, она мать-одиночка с ребенком. Она хотела встретить мужчину. И мы ей подробно объясняли, что происходит, что ее себе надо изменить, чтобы встретить мужчину. Потому что я разговариваю с кармическим комитетом, говорю, вот человек хочет решить такую проблему. Она говорит, какая проблема? Никакой проблемы не будет, пока этот не отработает. Но когда у человека это доносишь, она говорит, как это? Я же красивая, губы накрасила. Лена, там какую-то ерунду несешь. И вот как до такого человека это донести? Кармический комитет говорит, никакого жениха Лена не будет. Вот список задач, и я аккуратно до нее все это доносила. В конце концов, она встретила какого-то мужчину, побежала за ним, он не собирался на ней жениться. Я не буду называть ее имя, там, допустим, Света. Я говорю, Света, ну ты серьезно пришла решать вопрос? Вот у тебя там, вот тут тебя ждет твой друг, ты решай свои вопросы, как мы тебе сказали. Если ты бежишь туда, мы снимаем тебя с проекта. Она говорит, нет, я все, он там мой учитель. Я не буду называть даже фирму, я не пойду по их пути, по какому они пошли, к чему я сейчас расскажу, к чему я веду. И она так оскорбилась, что ее сняли с проекта, что сподвигло этого человека, у которого небольшая школа своей йоги, она необычно называется в Москве, рассказала ему с такой ненавистью обо мне, о Григории, о вот разумном человечестве, что сподвигло этого человека написать статью в интернете «Разумное человечество. Секта из Финляндии». Если вы найдете, вы можете ее найти. Сейчас есть такой закон, что если вас оклеветали люди, и у вас есть доказательства, потому что у меня сохранились все записи этого человека, о наших разговорах я все фиксирую, во-первых, это нужно вам, во-вторых, это я храню себе на тот случай, если начнется там, это там сатанисты заставляли меня раздеваться, там бегать голой, я включаю запись, где написано «Добрый день, Ольга, здравствуйте, скажите о своих трудностях, вот такая история, давайте об этом поговорим». Начинается беседа, да, где не сказано, что мы раздевались, если она там бегала голой, это ее личные трудности. И я эти записи никогда не пускаю, и никому никогда не продаю, они хранятся в специальном месте, и все об этом знают, поэтому у нас хорошая репутация, что с нас невозможно не выбить никакими путями личную информацию клиентов. Сейчас есть такой закон выпустили, если тебя оклеветали, то ты можешь подать в тот же Яндекс или запрос, или в Гугл, и предоставить доказательства, и они уберут эту статью из интернета. Вот я не хочу ее убирать, эту статью, потому что она очень показательная. То есть женщина сподвигла человека к клевете. Этот человек не осмыслил, что он делает. Он с нами никогда даже не встречался. То есть она на фоне эмоций, что ее сняли с проекта реконструкции, что не хочет работать над собой, хочет навязать нам свои условия, чтобы ей предоставили жениха. У нас еще одна была такая, которая кричала, «Я хочу своего мужа прямо сейчас!» Прямо сейчас, да. У нее был этот Эйвон, знаете ли, вот эта косметика какая-то, она еще в первые месяцы, когда я только начиналась в России, стала там каким-то менеджером, и сейчас она доросла до какой-то пирамиды, она ничего не делает, ей люди просто приносят деньги. У нее там есть вот эти 10 тысяч долларов зарплата в месяц, она может себе позволить то, сё, и такое поведение. Вот она кричала, «Хочу своего мужа прямо сейчас!» «Я вам прислала деньги, я хочу мужа!» «Мужа прямо сейчас! Здесь, сегодня!» Мы собрали ее сумочку, проводили за дверь, закрыли дверь и попросили больше не появляться. И вот эта женщина, назовем ее Светлана, она сподвигла человека к клевете. Он оскорбился, как это мою там женщину, которая занимается у меня этой йогой там в этой фирме, подвигли к клевете, и написал очень плохую статью, в его понимании плохую. «До меня она хорошая, потому что я-то знаю, что с этой женщиной будет в ближайшее время, и знаю, что с этим человеком, потому что одна из самых страшных карм, это даже не карма убийства, это карма лжесвидетельства. Это когда вы о другом человеке говорите ложь, распускаете сплетни, потому что эти сплетни могут идти далеко идущие последствия. Одно дело, ты сплетню с соседу сказала, другое, ты распространил ее в интернете, и это читают люди. То есть я даже вот думаю, что не буду убирать эту статью, потому что мне она нужна в качестве примера. И там, что интересно еще произошло, статья начинается с того, что человек пишет, «Лена, там, жестокий человек, не разрешает другим людям общаться с кем хочешь, но якобы я сказала, что ты либо к тому мужчине бежишь, либо иди занимайся серьезными делами». Она запрещала со мной общаться, значит, у них там секта, они людей там голые у них бегают, там что-то еще, в общем, короче, написан список. Дальше начинается интересная дискуссия. Это такая сеть профессионалы.ру. Значит, секта, ну и что такого? У христианства тоже секта, и умные люди, потому что там собираются деловые люди в этой сети. Я заметила, потому что когда люди действительно не виноваты, когда у них хорошая репутация на тонком плане, то есть событийность поворачивается так, что в конце этой ситуации, в конце, если прочитать все комментарии, люди пишут, «Чего ты вообще к ним пристал?» Они нас никогда не видели. Посторонние люди. То есть они чувствуют ложь в этом человеке, они чувствуют, что его сподвигли к этому жилосвидетельству, они чувствуют эмоцию, не основанную ни на чем, на фактах. И дискуссия поворачивается так. Я читаю комментарии, сначала мне, конечно, неприятно, пишут люди, это секта, они там людей зомбируют, и все, и все, и все, и все такое. А дальше начинается дискуссия, я думаю, «Ой, какая хорошая!» Это в конце уже, в самом-самом конце. Поэтому оставила эту статью. К чему это я уже что-нибудь важному рассказывала? К с чего я начала? Про свету не договорили. Про свету не договорили. Про свету. Про… Про то, что не только замечать хорошую, а только… А можно и… Да, что… Да, включить шарлатан. А, включить шарлатан. Да. То есть, когда вы читаете такое в сети, не будьте, как сказать, делайте поспешных выводов. Мало ли что люди говорят о других людях. Изучайте информацию с разных сторон. Я вот даже, когда тостер выбираю, я пишу хорошие комментарии и негативные отзывы. Я сразу заставляю себе две половинки. Поэтому выбирайте какого-то мастера, поищите то негативное, что есть, то позитивное, что есть. Изучите все эти моменты, потому что это могут быть просто люди, которые завистливые, жадные, или просто глупые. Кстати, хочу рассказать про свету. Человек, который совершает плохие вещи, особенно если он совершает такие плохие вещи к светлым людям, где причиняет, ну, неприятности, он… У него карма разворачивается очень быстро. Света, в общем-то, была милой, симпатичной женщиной. Когда последний раз мы… она в контакте постоянно меняет странички, в смысле фотографию на странице, я не слежу за ней, потому что я сразу заблокировала, чтобы не развивать у человека, ну, гнев ее не провоцировать дальше. Потому что чем больше она будет гневаться, тем хуже ей будет, потому что будет идти кармическая корректировка. А мне нужно, чтобы человек прожил эту жизнь более-менее здоровым человеком. И вот Мария, она нашла ее ВКонтакте и говорит, Лена, я открыла страничку, я испугалась, я ее сразу закрыла. А Мария, девушка стабильная. Я говорю, а что такое? Она говорит, у нее лицо стало страшное, и она говорит, как впечатление, что она похожа на проститутку. То есть меняются структуры, тонкие лица, потому что за ложесвидетельство одеваются специальные такие сарафаны на человека, и он превращается в уродливое существо. Это сразу влияет на внешность. У нас была такая девушка с Москвы, я не буду рассказывать ее судьбу, не буду называть имен, но вот если вы когда-нибудь ее встретите, вы поймете, что может случиться с человеком, если в прошлой жизни человек совершает подобные вещи. То есть вы когда смотрите на человека, вы отскакиваете от него, просто не понимаете, почему. Что это? Что это? То есть внешность может быть стандартной, но ваши тонкие глаза, они все равно видят, даже если вы сейчас думаете, что у вас нет тонкого зрения, они все равно видят. И вроде такое более-менее милое лицо, оно вызывает, вот Маша говорит, как будто продала себе проститутка. Яркая эта помада, бесвкусная. То есть человек еще даже полгода назад не был таким. Это была женщина скромно одевающаяся, а то сейчас она похожа на проститутку. Это вот такие юбки, красные губы, синие тени. То есть я искренне ей сострадаю. Кстати, убирать не буду. Жизнь свидетельства, оно прям сильное, потому что… Это одна из самых страшных фар. Вот то, что вы рассказываете, оно вполне резонирует. У меня в прошлом году была такая ситуация, причем с распространением в интернете. У вас на Болгарии, да? Да. Да, причем очень сильно. И там… Зависть. Зависть была сильной. Зависть у тебя не могу вообще поставить. Да. И руководку писали, и так там 200-300 групп ВКонтакте. То есть со мной люди незнакомые. Называешь они ады, мы знаем все про тебя. Думали, да ты даже не был ни на событии, ничего, но ты даже вот не касаешься, не касаешься вообще никаким образом. чтобы знаком 데 были даже, чтобы чувствовать свое впечатление. Для вас это испытание, чтобы еще не озлобиться и не ненавидеть людей. Для вас это тоже испытание. Не думайте, это не просто так происходит. Потому что так и для нас это статья своего рода испытания. Так и для вас испытание. Пройдите его с достоинством, это исчезнет однажды. Потому что тот, кто это делает, он за это заплатит, это пропил, так просто не дастся. Ваша задача, не пойти на поводу, не обидеться, не пойти на гнев. Да, он делает ошибки, да, он грешит, да, он ведет себя как плохой человек, но вы все равно должны оставаться ровным человеком, что бы он ни делал. Вы можете, конечно, как-то поднимать свое имя, написать опровергающую какую-то статью, но это ваш урок, вы должны пройти его с честью. То есть, в первую очередь, не обидеться, не озлобиться, не стать его ненавидеть, потому что, если вы начнете обижаться его ненавидеть, то вы скатываетесь до его уровня. То есть, вы ничем, получается, не лучше его. Я думаю, что вы с этим справитесь. Субтитры создавал DimaTorzok